Я подчеркиваю и настаиваю на этом, что это премьера киностудии «Ленфильм», нового полнометражного художественного фильма. По нынешним временам премьера – это событие невиданное, историческую замечательную традицию, почему-то утраченную. И сегодня представляем вам всю группу, которая занималась созданием этого произведения «Я». Давайте быстрее зрителя держим. Ребята, Толубеева куда пошла? Куда пошла? Ну, ребята, что за дела, а? А можно ли как-то корреспондентов остановить от этого прискорбного дела? Значит, имею честь в первую очередь представить вам замечательных актеров. Замечательных и санкт-петербургских, потому что ни одного иногороднего в этой картине нет. Это наш принцип. Мы этим гордимся, потому что мы считаем, что в городе Санкт-Петербурге актерские зали же таковы, что каждый раз, когда начинаю снимать новую картину и думаю, что все исчерпано, ничего подобного. Снимаем слоями, как археологические раскопки. Итак, вот видите, Ваха уже растворился пока. Это мушка. Да? Ну ладно, в общем, я буду называть фамилии, а тот, кто не потерялся между меня залами, будет выходить. Поближе, потому что света нет, чтобы народ смотрелся в ваши лица. Вахи нет. Флопаем. Воробьев Константин Владимирович. Есть. Венигубов Сергей Викторович. Чебан Григорий Александрович. О, есть. Выйдите ближе. Слушайте, это зрители. Покажите поэрии. Щепицын Василий Геннадьевич. Горниев Андрей Геннадьевич. Воробьев Дмитрий Владимирович. Тоже расслабился. Кудрявцев Сергей Владимирович. Полищурк Андрей Петрович. АПЛОДИСМЕНТЫ Ганус Сергей Петрович. Толупеева Надежда Андреевна. Шпыльев Александр Иванович. Брючкова Маргарита Геннадьевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Исполнитель главной роли. Кто? Кто? Догадайся. Исполнитель главной роли. Перед годом же был уже. Бриллиант нашего кинематографа. А-а-а! Открытие нашего искусства. Боярская. АПЛОДИСМЕНТЫ Не обращайте внимания. Максим Матвеев. АПЛОДИСМЕНТЫ Ради нас бросил великого ужасного, значит, режиссера Карина Георгиевича Шахназарова. Бросил супругу. Да, я правильно? Или клевещу? Клевещу. Да. И приехал к нам. А теперь, поскольку с тем, чтобы вас не держать, я быстро-быстро представлю нашу эпическую группу. Она того достойна. И хочу отметить, что это впервые в истории новейшего российского кинематографа режиссерская группа вся состояла из студентов в мастерской, которую я имею счастье и честь вести. Итак, ассистента Пактура. Марина Леонова. Это не моя студентка, выйдет. АПЛОДИСМЕНТЫ Екатерина Исакова. А теперь пошли студенты. Ксения Минаева. Кристина Кучин. Наур Гармелия. Сумухи Мамедов. Инар Нормания. Ассистент по реквизиту. Владимир Захаренко. Иван Титков. Иван Клюков. Режиссеры. Виктория Николенко. Алиса Шитикова. Супервайзер Яна Десяткова. Помощник режиссера Изабелла Добринькова. А и ассистент по озвучению Юлия Бажанова. Где они вышли? А оператор-постановщик, я должен упомянуть, он в Москве, он печатает другую нашу картину, которую мы параллельно делали. Это великий и ужасный Сергей Александрович Мачевский. Его правая рука, Игорь Гочаровский. Где? Его глаза. Виктор Палех. Света Руачей Юрий Лемко. Света техники. Света техники. Художник. Художник-постановщик пришел или там остался Владимир Южаков? Не важно. Остался. Его ассистент Андрей Абраменко, Дмитрий Татарников. Хлопоти-хлопоти, благороднейшие люди, сокровища нашего кинематографа. Художник-постановочная группа Сергей Печелинцев, Игорь Панюшкин, Олег Василенко. Художник по костюмам Инесса Снежкина, моя жена. Где она? Тоже нет. А, здесь. Ассистент художника по костюмам Ольга Фарафонова и Юрия Морозова. Ассистент по военному костюму Илья Лебаев, Ирина Игорева, Александр Музюков. Художник по гриму Наталья Грачева. Есть она? Ассистент художника по гриму Людмила Чемакова. Постановщик трюков Александр Баранов, пиротехник Владимир Панекаровский, Алексей Панекаровский, звукоревизор Игорь Терехов, звукооператор Алексей Игнатьев, ассистент звукооператора Дмитрия Левченко, Лариса Моролева, ассистент инженер-призапси Антон Шаденьков. И, наконец, наши рабочие Василий Трошин и Вячеслав Малыч. Это обязательно. И, наконец, административная группа Сергей Нежевикин, Ксения Еремина, Ольга Майорова, Сергей Рамсаев, директор Ольга Манучарова, Линейный продюсер Ольга Кучинская. Это правильно. И две последние фамилии. Линейный продюсер Ольга Аграфиевна. И генеральный продюсер Эдуард Пичугин. Еще два слова в качестве такой ноты перед просмотром. Так случилось в моей жизни, что я, как тот самый американский авианосец, который не имеет права поусталого военно-морского флота США, выходить в одиночестве из порта. Потому что, по сути, это просто огромный авианосец. Поэтому он выходит с крейсером, минцем, подводной лодкой, буксирами, танкерами и так далее. И только так он может выполнять свои функции. Я подобен этому самому американскому авианосцу. Я большой, железный и совершенно беспомощный. Без вот этого сопровождения. В нашем кинематографическом языке это называется соавторы. И когда тебе удается собрать соавторов, которые зачастую на протяжении многих лет вместе с тобой создают искусство, ты абсолютно счастлив. Потому что ты знаешь, на кого опереться. Все время смотришь только вперед и не оглядываешься назад. Я счастлив. Я хочу поделиться этим счастьем. Потому что, мне кажется, на экране оно состоялось. Вместе с вами. Делали ли это кино для вас? И не для кого другого. Только для зрителей. Эмоционально получится, мы будем счастливы. Не получится, мы будем горевать. Спасибо вам. Друзья мои, ну, в общем, прежде всего, Благодарность вот всей съемочной группе и Сергею Олеговичу, потому что картина имени Сергея Олеговича очень много работал над сценарием. И это так произведение называется. Контрибуция – это фильм Сергея Снежкина. Он же и, в общем-то, разработчик сценарный. Спасибо отдельно Кармалите Светлане Игоревне, которая с нами всегда, как редактор. И двумя словами, благодаря работе над этой картиной, вот всем, всем, кто здесь, и, конечно же, киностудии «Ленфильм» и всем, кого еще не перечислили, но были, так или иначе, работали косвенно, участвовали или в прямой участвовали, помогали созданию проекта, потому что это было на этапе подготовки к съемкам, это была серьезная мотивация работы для того, чтобы создать этот же пятый павильон, в котором и до сих пор работает, и все работает. Другие цеха все возродить. Вот все, что вы увидите на экране, каждый сантиметр этой картины, это все сделано, в общем-то, командой на студии «Ленфильм». Что, в общем-то, приятно будет понять, что мы смогли подарить вам эмоции и то, для чего мы все это делаем. Показав эту картину кинотеатрам, мы сперва поняли одно, что для широкого массового зрителя 2,50 тяжело в коммерческих кинотеатрах показывать, поэтому мы сделали сокращенную версию на 1,40 и стартуют два фильма. То есть, показав именно журналистам 1,40, мы услышали сразу же просьбы, покажите нам полную версию, естественно, то, что вы снимали. И Первый канал, кстати, приобрел права первого показа и с осенью уже пойдет по телеканалам. Ну, естественно, тоже там и в интернете будет уже попозже. Поэтому мы представляем картину полной версии, ее можно будет увидеть в каждом городе, места силы есть такие. Здесь это киностудия «Ленфильм» в нашем киноцентре. Весь прокатный период будет идти именно вот эта большая полная версия. А во всех остальных кинотеатрах страны короткая версия, мы надеемся, что она приведет нам еще и любителей, действительно истинных ценителей большой, хорошей картины. Поэтому мне еще раз скажу, очень приятно увидеть и встретиться сегодня со съемочной группой, с Сергеем. Спасибо огромное. Жалко, что Мачильского нет, потому что ваш тандем, это действительно было знаково. И то, что у нас получилась такая группа. Ребятам и студентам, конечно же, спасибо за участие, работу вообще все, каждый привнес что-то. А вам, как зрителям, тоже спасибо за то, что вы принимаете наш этот подарок. Хочу, чтобы вы прочувствовали и приняли эти эмоции. Замечательное то, для чего мы работали. Спасибо большое, приятного просмотра. Спасибо. Спасибо. Спасибо.